Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заместитель председателя правительства России Марат Хуснулин подвел предварительные итоги работ на объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным. Отдельно были отмечены успехи Самарской области, где уже полностью завершены работы по укладке асфальтобетона. В этом году в регионе в план вошли 117 объектов общей протяженностью свыше 385 километров. Ремонт уличной дорожной сети в Самаре и Тольятти завершен досрочно еще в августе. В столице региона к нормативу привели 47 участков на 44,5 километра. В Тольятти – 10 участков длиной 18,5 километров. В общей сложности за 5 лет было построено и отремонтировано 3200 километров дорог, почти половина от общей протяженности дорог в Самарской области. Таких объемов дорожного строительства не было никогда, и этот темп важно поддерживать, уверен губернатор Дмитрий Азаров. На страже общественной безопасности в Самаре на площади Куйбышева прошел гарнизонный развод нарядов, сил и средств, задействованных в обеспечении охраны правопорядка в городе. Полицейские провели показательные выступления по задержанию, обезвреживанию и конвоированию преступников, а также промаршировали по площади в сопровождении служебного транспорта. Подробности у Андрея Горгуленко. Награждение тех сотрудников, кто на отлично справляется с задачей охраны общественной безопасности – традиционная часть ежегодного гарнизонного развода сил и средств, задействованных в этой задаче. Благодарственное письмо получил и старший лейтенант Виталий Кириллен, работающий в полиции более 11 лет. Его взвод регулярно обеспечивает безопасность на общественных мероприятиях. Нужно стремление, нужно спокойствие, надо разобраться в обстановке, что произошло и вообще. А потом уже все остальные вопросы. Кроме того, специалисты продемонстрировали задержание и конвоирование преступника. После получения задач расчеты маршем прошли по площади Куйбышева. В шествии приняли участие не только сотрудники ДПС и ППС, кинологи и росгвардейцы, но и народные дружинники и специалисты частных охранных предприятий, которые помогают обеспечивать безопасность в городе. Колонны прошли в сопровождении служебного транспорта. Жители вправе требовать дополнительных мер по безопасности. Они должны быть уверены в своей безопасности. Мы отлично понимаем все эти вещи, прилагаются все усилия, чтобы действительно обеспечить эту безопасность. После марша правоохранители отправились на дежурство и свои боевые посты, чтобы продолжать исполнять свои обязанности на благо жителей города. За 10 месяцев этого года процент раскрытых преступлений увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. А вот самих правонарушений в регионе стало меньше. Андрей Грагуленко, Константин Головин. События. Сотрудники ГИБДД Самары и общественники провели краш-курсы для учащихся Поволжского государственного колледжа. Подросткам демонстрировали фотографии с места ДТП и обучающие ролики. По мнению педагогов и полицейских, такие встречи помогают предостеречь несовершеннолетних от необдуманных поступков на дорогах. Из колледжа репортаж Светланы Тимофеевой. Сразу два студента Поволжского государственного колледжа погибли в разных ДТП в конце октября под Самарой. Чтобы еще раз напомнить подросткам о правилах безопасности на дорогах, полицейские и общественники провели с ними краш-курс. Тема соблюдения правил дорожного движения и обеспечения безопасности дорожного движения очень важна, особенно для подрастающего поколения, для ребят молодых, студентов, которые вот-вот уже отучатся на водительские удостоверения, приобретут свои автомобили. И это мероприятие очень важно в том плане, что ребята должны осознавать всю ответственность, которая ложится на их плечи при приобретении, получении водительского удостоверения. Читать лекции учащимся колледжа не стали. Сотрудники ГИБДД Самары и общественники подготовили видеоролики. Игровые и смес совершения дорожно-транспортных происшествий. И лучше, наверное, чем тысячи слов, лучше один раз показать реальную картину, реальные дорожно-транспортные происшествия, которые происходят на дорогах города ежедневно. Для того, чтобы студенты понимали всю серьезность ситуации, которая может произойти на дорогах нашего города. Неутешительная статистика показывает, только за 9 месяцев 2023 года на дорогах города Самары произошло 111 дорожно-транспортных происшествий. С участием несовершеннолетних погиб один человек. Еще 118 получили ранения. Чтобы снизить печальную статистику, и проводятся подобные встречи. Это очень важно. Это в первую очередь безопасность наших детей, это здоровье наших детей. И выходя после школы, ребята понимают, что они стали взрослыми, у них другой уровень ответственности, но тем не менее они остаются все равно еще долгое время, ну скажем так, детьми. И пытаясь играть во взрослых, порой совершают непоправимые ошибки. Такие краж-курсы проводятся не только в учебных заведениях Самары и области, но и по всей стране. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Популярный Египет, Мехико и экзотическая Шри-Ланка. С наступлением осенне-зимнего сезона в Самаре появляются новые туристические направления и прямые рейсы в зарубежные страны. Не уступают заграничным и российские курорты. Жители нашего города стремятся забронировать отели в пределах страны к новогодним каникулам. Какие направления для путешествий выбирают самарцы и стоит ли бронировать туры и покупать авиабилеты в Дагестан, узнала Ольга Павлова. Не нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна. Эта поговорка явно не о самарцах. С наступлением осенне-зимнего сезона вновь набирает популярность заграничные туры. Еще месяц назад в тройку безоговорочных лидеров входила Турция, но сезон завершился и в столице региона начали появляться новые направления и прямые рейсы из Самары. Чаще всего жители нашего города летают в Эмираты и в Египет. Также у нас новинка, все очень рады поставили Таиланд. Причем не только одно направление, это и Паттайя, и Пхукет. И мы будем летать каждые 11-12 дней туда. Причем если некоторое время назад с открытием прямых рейсов из Самары ценник на Таиланд был явно завышен и начинался от 200 и даже 250 тысяч на двоих, сейчас улететь на Пхукет можно значительно дешевле. От 150 до 170 тысяч. Чуть дороже обойдется туристам Дубай. По системе все включено. От 200 тысяч рублей. Дешевле всего Египет. От 100 тысяч рублей на двоих за 11 дней. Для любителей экзотики открыты направления в Шри-Ланку, Мексику, на Кубы и Мальдивы. Правда, лететь туда придется через Москву. А сейчас набирает обороты Китай. То есть у нас сейчас скоро будет безвизовый режим. Но до сих пор, пока мы еще делаем визу, виза оформляется там 5 дней рабочих через Москву. Китай – это Шанхай. Ну, как если городской отдых. Есть остров Хайнань. То есть здесь люди, кто выбирает пляжный отдых. Тоже потрясающая страна. Для тех, кто хочет провести отпуск, не выезжая за пределы нашей страны, туроператоры также подготовили ряд интересных предложений. В тройку лидеров по продажам авиабилетов попали Санкт-Петербург, Сочи и бывший Кёнигсберг. От 60 тысяч на двоих. Калининград, да, тоже активно приобретают. Особенно новогодние праздники. Там очень красиво. Европейские улочки украшают под Новый год. Всем рекомендуем. Прекрасное направление. Что касается Республики Дагестан, туры в которую были особенно популярны летом и осенью, туристы по-прежнему, несмотря на недавний инцидент в местном аэропорту, отправляются отдыхать в Махачкалу. Сейчас, по словам туроператоров, в республике все спокойно. Сейчас аэропорт уже открыт. Люди также покупают билеты. И, в принципе, страна безопасна, и можно туда летать. И как летнее направление – это прекрасное направление. Для желающих улететь в Европу также есть варианты. В Самаре можно оформить визу в Италию и Грецию. Естественно, это будет с пересадками из Москвы, через Стамбул, через Эмираты. Но можно попасть в любые страны мира. Впрочем, какое бы направление не было выбрано отдыхающими, самое главное – наличие хорошего настроения, уверены туроператоры. Тогда любой город или страна откроется взору туристов самой неожиданной, красивой и необычной стороны, а также подарит впечатлений на год вперед. Одним словом, надо лететь. Что такое хуплу, как звучит тальянка, и чем отличается акатуй от сабантуя? В городской библиотеке имени Крупская прошла этнографическая игра. Народов много, страна одна. В программе не только лекции, но и мастер-классы. Подробности расскажет Светлана Кудрявцева. Роза – признак красоты и любви. Астра – символ жизни, а тюльпан – обновление. В преддверии Дня народного единства студентам рассказали, какие народы проживают в Самарской области, что они едят, празднуют и какие орнаменты украшают национальные костюмы. В городской библиотеке имени Крупской прошла этнографическая игра народов. Много – страна одна. Сотрудники библиотеки, они в игровой форме, с помощью презентации и видеороликов, они объясняют и показывают, как должны выглядеть традиционные народные костюмы. И, допустим, в формате викторины сами студенты могут отвечать на вопросы и тем самым запоминать информацию много лучше, чем просто в формате лекции. После теоретической части мастер-класс ребята смогли своими руками создать национальные костюмы с тем орнаментом, который пришелся по душе. На базе Центральной городской библиотеки Крупской проходит много мероприятий. Мы работаем с разной аудиторией. Это и взрослые, дети, подростки. И, конечно, для каждого возраста мы стараемся найти что-то интересное, уникальное. Через различные интерактивные формы мы объединяемся, мы общаемся, мы знакомимся с многообразием культур России. Такую же игру планируют провести в рамках акции «Ночь искусств», которая пройдет по всей стране в субботу, 4 ноября. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. Какие легенды могут рассказать окна старого дома? В Самаре стартовал новый проект, направленный на сохранение и восстановление памятников архитектуры. Он носит название «Арт-консервация». Все детали в нашем материале. Житель Самары Ольга Силантьева – человек творческий. Она пишет картины и работает гримером в театре. Узнав о наборе волонтеров в проект «Арт-консервация», решила принять в нем участие. Рассказывает, хочет приложить руку к преображению Самары. Я обожаю старый город, я здесь живу. Я считаю, что бесконечно важно знать свою историю, традиции. Тем более, если вы посмотрите на это здание, то в нашем городе происходило вообще неимоверное количество интересных событий. Проживали, так или иначе участвовали в жизни города невероятно известные люди. И, соответственно, когда я это все узнала, я думаю, обязательно пойду. Более 70 неравнодушных самарцев приняли участие в проекте, направленном на сохранение объекта культурного наследия. Для Самары это первый подобный опыт. Пилотным объектом стал дом по адресу улицы Ленинская, 104-106. Это здание 1917 года постройки. Проект, он рождался спонтанно. У нас было очень много разных идей, и мы остановились на идее городские легенды, люди-легенды. То есть, в Самаре существует очень большое количество всяких легенд. Тоннель под Волгой, пивопровод от фон Вакана к их мистерской. Но в данном случае это не просто легенды, а люди, которые чем-то легендарны, про которых рассказывают истории. Сейчас этот дом признан аварийным и расселен. Он попадает в зону исторического поселения и будет восстановлен. Для привлечения внимания неравнодушных людей к архитектуре Старой Самары организаторы проекта решили рассказать городские легенды, разместив в оконных проемах дома картины, написанные волонтерами. Мы надеемся вдохнуть вторую жизнь. Появятся люди, кто захочет восстановить. И сейчас у нас уже есть программа, когда эти памятники будут реализованы, и у желающих будет, у каждого будет возможность поучаствовать в реставрации этих зданий. Потому что каждое здание уникальное. Оно своей историей, своей душой. На каждой картине, украшающей здания, есть QR-код, благодаря которому все желающие могут узнать более подробную информацию о картине. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. Первая любовь, жизненные радости и неудачи – и все это через призму юмора. В Самаре на сцене Дворца культуры железнодорожников имени Пушкина прошла премьера спектакля «Я, бабушка, Илеко и Илларион». Комедия поставлена по мотивам романа грузинского писателя Нодара Думбадзе. Стану горскую пепла, я в молниях жарких твоих. Мудрая и такая трогательная история о простом человеческом счастье, которого не бывает без умений радоваться и грустить. В Самаре на сцене ДК железнодорожников имени Пушкина премьера спектакля «Я, бабушка, Илеко и Иларион». Постановка по мотивам романа грузинского писателя Нодара Думбадзе сочетает в себе невероятное веселье и тихую грусть. Действие разворачивается в живописном горном селе Грузии. Там живет мальчик Зурико, шалапа и бездельник. Эту роль исполняет актер Александр Цицеров. Рассказывает, подготовка к премьере была непростой. Выучить текст только половина дела. Самое главное в этом спектакле умело передать зрителю грузинскую иронию. Дело в том, что вот они даже говорят по-особому, да, и мало того, что у них такое есть в речи, они это еще применяют в плане характера. То есть, если у них есть «я тебя убью», то есть, это «я тебя люблю», то есть, как бы выражается. И вот эта ирония, с которой они произносят все это, вот это очень самое интересное. Зурико растет без родителей. Его воспитанием занимаются бабушка и соседи, старики Илеко и Иларион. Строго, но с юмором, они преподносят ему жизненные уроки. Зурико горячо влюблен в свою одноклассницу Мэри, юную, нежную и трепетную. Эту роль исполнила актриса Юлия Суворова. Девушка рассказывает, на сцене вспоминает свою юность, и это помогает вжиться в роль. Я вспоминаю свою первую любовь. Это такое тоже трогательное чувство, что все само откликается, и хочется сделать искренним, чтобы зритель это тоже почувствовал. По мнению режиссера, каждый в этом спектакле найдет что-то свое. Через судьбы простых людей здесь прослеживается и любовь к малой родине, и темы наставничества. Всегда хочется, чтобы спектакль, он оставлял какой-то след, и чтобы зритель приходил опять, смотрел, чтобы у него была потребность посещать театр. Хороший театр, живой, игровой. Играть на сцене нелегко. Актеры ежедневно отдают театру все свои силы, время, знания и опыт. В каждую постановку они вкладывают сердце и душу. А все для того, чтобы услышать заветное право. Ведь лучшая награда – это любовь и улыбка зрителя. Меня привлекает здесь все, все вместе. Все слилось как-то воедино. Музыка, игра, взоры, танцы. Грузинская вообще история. Я очень люблю Грузию. И вот их традиции. Виктория Шарая, Ксения Баканова, Константин Головин. События. В Самарском доме журналиста открылась выставка деятелей искусств, члена общественной палаты города, директора областного художественного музея Аллы Шахматовой. Посвящена экспозиция цветам. Это одна из любимых тем автора. Лучшие работы увидели наши корреспонденты. Торжество красок неизбежно, когда мастер-художник пишет цветочные натюрморты. Эта тема одна из любимых у автора выставки Аллы Шахматовой. В экспозиции маэстро изобразительного искусства собрала больше 20 собственных работ. Название «А люди разве не цветы?» подобно метафоре. Каждый человек ассоциируется с каким-то цветком, рассказывает Алла Леонидовна. Как цветок, если он попадает на почву, которая не дает возможности дальше расти, он может погибнуть и завянуть. Так и человеку, каждому из нас, нужна поддержка. Так же, как и художникам, которые зачастую могут потеряться в этом жизненном пути, заблудиться. Но если у них будут те люди, на которых можно опереться, этот талант может стать еще более многогранным. Среди картин есть две, которые для Аллы Шахматовой особенно дороги. Это работы, носящие название «Равновесие». На первом полотне – экспрессия красного, на втором – умеренной сиреневой и другие оттенки. Я давно ждала выставки Аллы Леонидовны. Вот, наконец, дождалась. И думаю, что получу огромное удовольствие, как и все, которые придут на эту выставку. Позитив, то, что нам сейчас не хватает, именно вот этой красоты, радости. Вот, надеемся все это получить и пожелать Алле Леонидовне дальнейших успехов. Выставка проработает в Доме журналиста до 5 декабря. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. В Самаре во время парада памяти 7 ноября ограничат движение транспорта. Меры примут, чтобы обеспечить безопасность. Ограничения введут на следующих участках. С 14.00 до 19.00 6 ноября по улице Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской. По улице Шостаковича от Фрунзе до Чапаевской. С 6 утра до 15 часов дня 7 ноября по улице Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской. По улице Шостаковича от Фрунзе до Чапаевской. По улице Вилоновской от Чапаевской до Галактионовской и по улице Молотогвардейской от Вилоновской до Ульяновской, а также по улице Фрунза от Шостаковича до Вилоновской. На вышеуказанных участках с 5 утра 6 ноября до 16 часов дня 7 ноября будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Ограничительные меры не коснутся спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машин с пропусками, утвержденными Главным управлением МВД России по Самарской области. С 14.00 до 19.00 6 ноября и с 6.00 до 15.00 7 ноября автобусы, работающие по маршруту номер 24, будут следовать по скорректированной схеме. Горожан просят заранее планировать свои поездки. Похититель рассудка. Так именуют алкоголь с давних времен. О его пьянящих свойствах наши предки узнали еще 8 тысяч лет назад. Нередко чрезмерное употребление спиртного вызывает симптомы отравления. О том, как помочь себе, в репортаже Ксении Бакановой. День рождения, свадьба или корпоратив. Ни одно пышное застолье не обходится без алкоголя. Однако врачи говорят, его употребление даже в маленьких дозах может быть опасно. И не важно, насколько дорогой напиток вы пьете. В любом случае он содержит ядовитые вещества. Основными причинами алкогольной интоксикации является употребление высоких доз этанола или некачественных суррогатов алкоголя. Находясь при поднятом настроении, человек сам не замечает, как выпивает лишнее. В течение поутро часов концентрация алкоголя в крови достигает максимальных значений. Усиливается работа почек, появляются позывы к мочеиспусканию. Если в организм попало больше алкоголя, чем он способен переработать, происходит отравление. Симптоматика индивидуальная у каждого человека. У кого-то это легкая степень, общая слабость, головная боль, тошнота, рвота, мышечные боли. У кого-то степень интоксикации выше и более тяжелые соответственные симптомы, вплоть до алкогольной комы. Больше спать и пить воду – стандартные советы врачей для тех, кто перебрал. Есть и медицинские препараты, которые помогут быстро вывести из организма вредные вещества. Одной из групп препаратов, которые мы используем при алкогольных интоксикациях, является сорбенте, например, полисор. Он выводит шлаки и токсины из организма, тем самым улучшая общее состояние человека. Ну и при тяжелых интоксикациях необходима, конечно же, госпитализация. Чтобы избежать отравления некачественным алкоголем, тщательно подходите к выбору напитка. Приобретайте товар только в официальных точках продаж. Упаковка должна быть целой, а этикетка – ровной. На ней обязательно наличие акцизной марки, даты и место розлива спиртного. Однако специалисты напоминают, лучший способ избежать неприятностей – вовсе отказаться от употребления спиртного. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События. Телеграм-канал Самаргис в очередной раз возглавил федеральный рейтинг. Аналитики Нью-Медиа составили топ-20 региональных телеканалов по новой метрике. Вовлеченности подписчиков в Телеграм за последние 30 дней. Рейтинг основан на анализе 50 телеканалов. Наш канал занимает лидирующие позиции уже 7 месяцев. Вовлеченность – это показатель, который отражает активность аудитории в сообществе. В частности, тут учитывается количество лайков, комментариев и переходов по ссылкам в постах. Пользователи, которые следят за нашим Телеграм-каналом, в числе первых узнают обо всех важных новостях, которыми живет Самара. Еще одно преимущество для наших подписчиков – Телеграм. В комментариях можно оставить жалобу, и она практически моментально уйдет в профильные городские службы. Далее вас ждет обзор Телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал администрации Самары «Весть из Дворянской» сообщает о том, что учебный центр МП «Трамвайно-троллейбусное управление» приглашает получить профессии водителя трамвая и троллейбуса. После успешного окончания курса выпускники учебного центра при трудоустройстве получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. МП «Трамвайно-троллейбусное управление» гарантирует стипендию на время обучения и конкурентную заработную плату, полный соцпакет, возможность выбора рабочего графика, бесплатный проезд, а также общежитие. Кроме того, для работы в трамваях и троллейбусах требуются кондукторы. Десять управленцев из Самарской области в суперфинале пятого сезона конкурса «Лидеры России». Окружной финал флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» проходил в Нижнем Новгороде. Его победителями стали 46 управленцев из 11 регионов ПФО, в том числе 10 из Самарской области. Это профессионалы, выдержавшие высочайшую конкуренцию на дистанционных этапах и очном окружном финале. По поручению губернатора Дмитрия Азарова, наставника конкурса управленцев, в области организована профессиональная подготовка участников к финальным испытаниям. Первый заместитель и руководитель администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко ранее отметил вовлеченность Самарского региона в проекты «Оно! Россия – страна возможностей» и выразил благодарность Дмитрию Азарову за большой вклад в развитие возможностей для профессиональной и личной самореализации жителей Самарской области. Имена победителей конкурса «Лидеры России» станут известны в феврале 2024 года. Администрация железнодорожного района Самары сообщает о вакансиях, которые есть на предприятиях города. Всего в регионе 47 744 вакансий. Предприятие ООО «Мобиль» в Сызрани ищет резчика металла на ножницах и прессах с заработной платой 40 тысяч. Слесаря механосборочных работ – ему готовы платить 35 тысяч и столько же намерены предложить штамповщику. ООО «Молочный рай» в микрорайоне Красноярске примет на работу технолога с заработной платой в 50 тысяч. Аппаратчика с заработной платой 40 тысяч и лаборанта ему готовы предложить 35 тысяч рублей. Заохим Синтез в городе Чубаевск ждет аппаратчика синтеза с заработной платой 55 тысяч рублей. Мастер с заработной платой в 53 тысячи и слесарь по контрольно-измерительным приборам на заработную плату в 36 тысяч рублей. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго, до встречи! Продолжение следует...